Временную работу этим летом получили 890 подростков из Ненецкого округа. Это почти в два раза больше, чем в прошлые годы. На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в текущем году в бюджете округа было предусмотрено более 21 миллиона рублей. О том, с какими трудностями столкнулись работодатели и какими успехами могут поделиться, руководители предприятий и организаций рассказали главе региона на рабочей встрече. С января по август текущего года с целью поиска работы в Центр занятости обратились 996 несовершеннолетних. В связи с большим количеством желающих детей работать в период летних каникул было принято решение об увеличении участников данного мероприятия с 450 до 890 человек. Было заключено 147 договоров с 76 работодателями округа на организацию данного мероприятия. Создано 258 рабочих мест, 22 организаций, которые находятся в сельских населенных пунктах и 632 рабочих места в Наринмаре, поселке Скайзе, из четырех организаций. Наибольшее количество рабочих мест предоставил чистый город. Организацию трудоустроило 162 подростка. Нинецкая окружная больница приняла на работу 97 несовершеннолетних. Также в этом списке центральная районная поликлиника, детский дом, Наринмарский авиаотряд, Пёрский животноводческий комплекс, Приморско-Куйский и Великовисочные сельсоветы. По профессиям в основном встраивались рабочие по благоустройству территорий населенных пунктов, подсобные рабочие, уборщик производственных помещений, двойник, делопроизводитель, администратор, пульс, организатор и другие. Сдерживающим фактором по трудоустройству подростков, привлекаемых к труду в свободное от учебы время, является недостаток финансовых средств в организациях. По решению губернатора была проведена работа по выплате работодателям аванса на временное трудоустройство несовершеннолетних при условии обеспечения работы не менее 10 человек. Ранее авансирование предоставлялось при приеме на работу 50 подростков. По информации Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты населения НАО, минимальная заработная плата в месяц составляла 21 400 рублей. Эти затраты работодателю компенсировал Центр занятости населения Ненецкого округа за счет региональной казны. Впрочем, этот вопрос вызвал дискуссию среди руководителей организаций. Если взять у ребенка, зарплата в месяц получалась 18 тысяч, вот так я возьму. Центр занятости компенсировал организации предприятию не 18 тысяч тех, что ребенок получил, а компенсировал. То есть просто в противовес говорить о том, что не доплачивали ничего. На самом деле организация доплачивала, потому что договор составлен с ребенком на эту сумму. Почему так происходит, объяснила руководитель Центра занятости населения НАО Ольга Кузьмина. Дело в том, что работодатель устанавливает оклады самостоятельно. То есть если они ориентируются на сумму компенсации, компенсация четко фиксирована. Мы не можем больше или меньше компенсировать. То есть она в размере 21 399 и все. А вы какие-то рекомендации давали? Конечно, да. В свою очередь руководитель Чистого города Виктор Синявин отметил, что у его учреждения проблем с компенсацией затрат на выплату заработной платы трудоустроенным подросткам не возникло. Мы, допустим, с Ольгой Михайловной, с коллективом Центра занятости встречались, нам все доступно объяснили, и мы 162 у нас ребенка отработали, никаких проблем. Все, и мы довольны, как нам все компенсировали. То есть у нас просто было работодателем взаимодействовать как-то с Центром Центра. В завершение рабочей встречи глава региона Игорь Кошин поблагодарил работодателей за организацию временного трудоустройства несовершеннолетних и призвал к сотрудничеству на будущий год. Помимо подростков, в 2018 году планируется предоставить рабочие места студентам из Ненецкого округа. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Ирина Нежалова, Антон Водряков. Ирина Нежалова, Антон Водряков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.